всем привет дамы и господа вы на моем канале меня зовут диджей сват и к алекс адман и сегодня я хотел бы вам рассказать такую историю которая произошла со мной несколько лет назад связано это с участившимися опасностями которые постерегают нас в момент покупки каких-либо товаров на различных платформах таких как ebay алиэкспресс и до недавнего времени эта проблема не касалась практически не касалась российских сервисов таких как юла и авито там были схемы мошенничества но в данный момент из-за корона вируса и системы режима самоизоляции все это приобрело просто устрашающий вид и две истории будут я сказал начале первая история она была несколько лет назад и по порядку я расскажу то что с нами произошло буквально позавчера вчера ну и соответственно сегодня тоже и так вернемся немножко назад когда был 2012 год и мы с друзьями а в один прекрасный день решили озадачиться покупкой айфонов тогда это были по моему 4 айфоны я не помню ну по моему 4 и в общем на ebay тогда был хороший курс доллара на ebay мы увидели прайс одного человека одного из многих людей на котором было написано что при покупке двух айфонов вы получаете скидку во столько-то процентов при покупке трех айфонов скидка больше и соответственно при покупке четырех айфонов 5 получается в подарок но при оплате и установке того что вам нужно 5 единиц этих телефонов вам высвечивается сумма без никакой скидки разумеется просто идет умножение суммы на количество товара ну и соответственно мы с друзьями это делал я но друзья как бы тоже были в этой теме я написал от со своего аккаунта как я хотел покупать написал как нам получить собственно скидку на что этот человек сказал что в данной системе эта скидка не может быть предусмотрена если вы хотите получить скидку то отправляйте деньги вестерн юнион а но конкретно тогда в тот момент по российскому законодательству у вестерн юниона были такие правила вы отправляете деньги и вам дают код и этот код вы предоставляете человеку человек не может получить деньги без этого кода казалось бы все нормально почему нет мы на это и купились и все свои денежки и удачно для этого мошенника как вы уже поняли и неудачно для нас мы закинули в систему и получив этот код я совершенно спокойно написал ему в письме что деньги мы уже отправили ну соответственно человека благородство хватило ровно на то чтобы написать спасибо вам большое без иронии то есть он хоть здесь провел себя чуть-чуть по мужски совсем не добивая нас ну и соответственно был таков больше никаких вестей от него не было при попытке написать вестерн юнион службу поддержки выяснилось что на тот момент я не знаю как сейчас но законодательная база в великобритании была иная и там чтобы получить деньги нужно было всего лишь показать свои паспортные данные и соответственно эти деньги он бы но он он и получил совершенно спокойно хотя у нас до 1 до этого времени так делать нельзя было если кстати сейчас что-то по-другому напишите я буду об этом знать вот такая вот грустная история конечно сейчас с улыбкой это дело вспоминаю но на тот момент это был конечно скандал мы все по переругались потому что кто-то даже подумал что была какая-то мошенническая схема с одной из сторон то есть либо это какой-то мой знакомый которому я деньги перевел и потом он просто со мной поделился либо кто-то из вот этих людей то есть были такие у нас моменты мы все поругались но благо вроде как бы друг друга поняли хотя на тот момент было очень конечно неприятно неприятно и ругаться неприятно это что деньги заработаны в любом случае трудом они просто вот таким вот образом были подарены и сумма получилась в принципе не маленькая вот и в чем собственно одинаковой ситуации с нынешней с нынешним происшествием которое произошло буквально вот на этих днях я видел уже множество роликов такого плана но в принципе сейчас схема стала вообще отточена и я хотел как раз вас всех предостеречь рассказав что собственно происходит в данный момент если вы захотите купить какую-то штуку в нашем случае это была приставка sony playstation про и мой знакомый решил ее купить и я ему в этом деле помогал мы сидели каждый со своего телефона искали различные хорошие предложения и как ни странно средняя цена колеблется около 25-30 тысяч рублей как за новые потому что магазины не работают ну и люди цены цены задирают ну и в общем что произошло произошло следующее найдя цену подходящую для нас достаточно дешевую там написанные джойстики и так далее и тому подобное из этого сразу стать и идет первый вывод если вы видите низкую цену и видите что там игры прилагаются что вам предлагают там два джойстика какие-то еще ништяки сразу 50 процентов того что это будет мошенничество мошенническая схема что происходит дальше разумеется второй момент на который нужно обращать внимание и я сразу на него обратил внимание что человек не показывает свой номер телефона любой адекватный человек которому не стыдно за тот товар который он хочет продать он всегда покажет свой номер телефона он всегда возьмет трубку потому что он заинтересован в продаже точно так же как вы заинтересованы в покупке вы поговорите и он точно также успокоиться потому что с вашей стороны тоже может быть вид какое-то мошенничество и мы обе заинтересованы стороны договоримся о чем-либо либо нет если номер телефона скрыт и человек общается только по смс ком либо предлагает вам уйти вообще в другой какой-то сервис допустим ватсап и так далее это уже говорит о признаке недобросовестности это уже второй признак сразу запоминайте далее мы набираем ему с двух разных аккаунтов этому человеку и пишем приблизительно одинаковые вещи как и все то есть где можно посмотреть данный товар на что человек мне отвечает что я в данный момент нахожусь не дома некоторые вообще пишут я сейчас не в городе я там уехал в какой-нибудь село и так далее куда вы разумеется не поедете поэтому вам отправит мой товар там кто-то из знакомых допустим безопасным безопасной доставкой от услуг авито либо там той же самой юлы но в чем прелесть этой системы в том что вроде как бы доставка бесплатная деньги замораживаются на счету компании которые вы переводите и вы проверив товар нажимаете подтвердить покупку эти деньги переходят собственно продавцу но не тут то все было как правило эти люди пишут что они могут в данный момент брать на трубку не могут разговаривать и предлагают именно вот таким вот образом через доставку посмотреть товар далее может быть несколько схем чаще всего эти люди просят у вас данные ваши которые кстати тоже такие данные как где вы живете в вашу фамилию и имя это может быть потом использована и ваш номер телефона создание базы чтобы эту базу потом продать и просто будет прозвон на ваши телефоны там не знаю алло там иванов иван иванович то есть они же знают как вас зовут вы им все прислали и там живете там то там то допустим вот у вас там с карточки то 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 звонит там сбербанк допустим может быть и такое то есть здесь уже вопрос стоит ли отправлять эти данные вот вам уже еще один момент обращайте на это внимание но если вы допустим прислали ему данные для заполнения якобы заявки на отправку вашего его товара происходит следующая вещь он говорит на том конце что у него что-то глючит либо в телефоне либо в компьютере и не работает кнопка доставки чтобы была включена поэтому он вам предлагает перейти по ссылке он присылает вам скриншот якобы авито написала что вот вам ссылка в ручном режиме никаких режимов ручных нету не в авито не в юле вам присылает эту ссылку ссылка разумеется является прямой ссылкой на какой-то сайт призрак сайта двойник сделанный умельцами неизвестно из каких стран неизвестно из каких мест но в общем выглядит он точно так же как авито распознать его практически невозможно что это не так если вы конечно не увидите полную ссылку как правило там написано не авито там авито с двумя а либо еще что-то очень похожая ссылка получается но вот по этим ссылкам нельзя переходить потому что а вы можете подхватить вирус б самое главное вы вводите в непонятный сайт данные вашей карты и вы непонятно кому что-то пересылаете это все это финиш и тут уже все дальше если такая схема не прокатывает и человек все-таки хочет вам якобы что-то прислать он может в момент пересылки вам нажать что вы мошенник то есть вы перевели ему деньги он нажимает с разных аккаунтов вас блоки блокирует ваш аккаунт причем он может быть ваш аккаунт давнишний хороший из хорошей репутации он блокирует ваш аккаунт вы пока будете что-то там доказывать не доказывать вы не сможете вы упускаете время соответственно вам этот товар не приезжает и в течение 30 дней этот человек забирает свои деньги это еще очень хорошо работает если он покупатель то есть вот такая схема тоже бывает это вообще просто чистой воды надувательство и прямо очень чистая схема получается то есть может быть могут быть такие моменты вплоть до того что человек вам на картинке показывает одно а присылают вам а курьером совсем другое и если мы говорим о каких-то вещах там как допустим но не знаю часы вы можете их посмотреть если это будет явная подделка то конечно вы их отдадите но если это допустим телефон и если это какое-то сложное устройство компьютер не дай бог не знаю оборудование фото видео там тоже приставка там может не работать что угодно и этот человек мог вчера еще пролив пиво на нее аккуратно высушить вам это дело продать и когда вы нажимаете подтвердить оплату деньги ему уже зачисляются а допустим вы узнаете что у вас не работает вай фай на этой приставке вы в данный момент не мог не можете присутствии человека это все дело отсмотреть и эти люди как правило всегда пишут второй фразой когда вы спрашиваете где можно посмотреть товар они пишут следующую фразу связи с ситуацией и самоизоляции корона вируса мы вот можем работать только вот по такой схеме я там не могу выйти там я вам не доверяю вы болеете и так далее поэтому если вам прямо не горит дождитесь окончания изоляции самоизоляции если все-таки вы хотите то вы настаиваете на том чтобы встретиться всеми правдами и неправдами если человек на это не идет то бесплатный сыр только в мышеловке и вот мы с этими делами столкнулись вот буквально вчера к счастью мы уже будучи с моим опытом это все дело распознали написали жалобу заблокировали этого пользователя сегодня юла кстати эти люди мы их видели трех минимум они дублируют постоянно эти же картинки на разных платформах и их аккаунты как правило созданы буквально несколько дней назад у них нет ничего им терять тоже нечего там никакой репутации нет как правило они вообще сидят где-нибудь в тюрьме и это делают с телефонов ну и все их заблокировали в общем окончании истории вот такое я просто хотел с вами поделиться не отдавайте свои последние возможно кровные честно заработанные деньги кому попало вот таким вот дурацким способом читайте правила доставки на том же самого вида одна женщина допустим я тоже потом просто посмотрел ролики одна женщина купила по хорошей цене холодильник ей по доставке якобы должны были этот холодильник передать и выпытали у нее чтобы она нажала на кнопку потому что его нужно там грузить и так далее она нажала отправить деньги и все и деньги уже перешли за это время там успели эти деньги вывести не вывести я это уже история умалчивает может быть его конечно и поймает но женщина потом узнала что авито в принципе больше 15 килограмм и крупногабаритные вещи не доставляет то есть есть такие нюансы поэтому ребята вам всем всего самого хорошего желаю вам здоровья желаю вам процветания в это наше трудное время любите друг друга и не попадайтесь на всякого рода мошенников вот и все что я сегодня хотел сказать если вам это понравит если вам понравилось то что я сейчас он поведал пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на мой канал и в принципе всего вам самого-самого хорошего пока